Добрый вечер, друзья! Рад вас видеть здесь живыми и здоровыми. Несмотря на сумасшедшую погоду, что вы здесь, очень рад. Спасибо, что пришли. Ну, мы продолжаем. У меня там не удалось с войной в Ваганской покончить в прошлом конце, в этом постараюсь все допеть до самого конца, до 89-го года, и все, что потом касалось войны. Но сначала я хотел бы вам поздравить действительно всенародным праздником, кто бы там что ни говорил, но пограничные войска, древнейшие войска, которые с незапамятных времен стояли на порубежья России, на заставах, на засехах, засадах, на курганах, разъезды. И все это было, поскольку всегда на нас кто-то бес и кто-то пер. Со всех сторон, со всех четырех частей света пограничные войска. Даже на севере, вот сейчас там группировка как-то создается, да, в распоряжении Путина, вообще запаляли. Но они стояли в Отечественную войну, они были там и раньше, в границе, при минус 60, и на юге до плюс 60. И сейчас они стоят и охраняют наш погран. Поэтому слава погранвойскам, охранникам границы, они никогда не уходили с рубежей, и даже в окружении дородились до самого конца. Поэтому я специально искал много лет, кто из пограничников добровольно сдался в плед во второй главу. Таких не было ни одного. Или архивы настолько секретные, что их никто не выдаёт. Но я сомневаюсь, потому что, ну, так воспитанные, это в генах сегодня, наверное, да? Потом, в течение века были казаки. Вы тоже знаете, казакам за то, что они храняли земли. Земли русские платили только земельным наделом и синим порохом. Больше ничем. Всё остальное дело не самое, охраняли рубежи России. Погранвойскам, ещё одно слово буквально про них. Если кто не знает, может, и я уже сейчас по-другому. Может, что бы охранять какие-нибудь наши посольства за рубежом. Но из покон веков и уже все годы советской власти, все наши посольства в любых частях света охраняли погранвойска. Почему? Потому что территории наших посольств считаются территорией нашей страны. И охраняют их под должностью своей погранвойска. Американская морская пехота у нас погранвойска. И я скажу, что погранвойска лучше охраняют наши посольства, чем морская пехота, посоль США. Потому что вербуются на наших женщинах эти морские пехотинцы на два щелчка, а их потом выгоняют. Я в Америке 87-м узнаю там в радио, что какой-то морской пехотинец ходил и ходил к какой-то девушке в Москве. На том, как его повязало, ничего особо с него не требовало. Как охраняется посольство, мы и так знаем. Но его увольняли со службы, там чуть ли не под трибуналом. Девушке, наверное, там медаль какую-нибудь дали. Это я не знаю. В Америке мы перепугались, потому что мы начали за репрессии. Но не важно. Ну, достойная девушка медаль-то у меня. Интернационалистка, ей богу надо. Ну, вот такие вот дела. Так что погранщики и сейчас, и на службе. И я еще скажу то, что никто не знает, но 6 лет назад вышла книга, белая книга «Погранвойск». В Афганистане до начала афганских событий и после начала афганских событий пограничники не уходили с территории Афганистана. Так называемая зона ответственности 100 километров. На самом деле больше. Это мобильные группы погранвойск, МФГ. И там гибли. Так вот, за годы афганских событий погибло более 500 пограничников. Об этом никто никогда не пишет. И книги. Десантура, понятно, героическая все. Пехота, естественно. А вот по разу ничего. И спецназ. Значит, вымпел появился в 81-м году. Спецназ, как любая. А вот гвоздика, спецназ погранвойск, которые участвовали в событиях в штурме Габула, она появилась раньше. Теперь она, потом она стала называться Сигма. Потом ее звали там, враги. Дьявол из Герского. Герский генерал-тенант умер, позапрошлый год, который создавал пограничные спецназы. Так что, с полным основанием, мы можем поздравить и себя, и всех зеленых с тем, что они есть. И нас с тем, что они есть. Так что, а второе, что бы я хотел сказать, я же не могу не удержаться, там, наверное, всех это как-то касается, тоже всенародные. Об Украине, о восточной, о западной. Вот я занимался тем, что сидел в интернете, или сам, или через кого-то, и с друзей собирал информацию о том, что же там происходит, и там, и там. А потому, что ребят из Вымпела и пограничников, имперских, советских, очень много и на западной, и на восточной, они ни в чем не участвуют пока. Не потому, что им всем за 50, за 60, а потому, что умные народы, люди, старые угоины, мудрые угоины, тем более еще пограничники, тем более еще, как и угоины, которые все всегда знали, потому, что они всегда разведчики, они первыми ходят пограничники, они и бой, если нужно, могут принять, и в парашютах прыгнуть, и у нас есть морская, воздушная пограничная служба, и ничем не отличается от других, кроме того, что они всегда первые принимают бой, и не уходят обратно, внутрь страны. А вот за границу, это запросто, вот мы и были по всему Афганистану, четвертый каскад, полторы тысячи пограничников, охраняли они нас, где по два, где по три, где по четыре, оперативных сотрудников разведки внешней, и я благодарен судьбе, что пограничники нас строили, их охраняли. Были залеты, конечно, типа там толкнуть обмудровать, чтобы что-нибудь себе купить, тогда мы привезли, но в общем мы у них учились, потому что я приехал весом 92 килограмма, неудобно, а эти уже погоды отслужили, и пограничники, только я не мог, они в Союзе отслужили, заставу горных, там и здесь, и на местном языке, потому что половина узбеков живет там, половина здесь, там все это объясняли, в Дуганах, по крайней мере, там переводчиками надо было что-то купить, учились у них, и мы там с одним из друзей, Кобальта, это МВД оперативная группа, погоняли вес две недели в Бельбе в город, туда и обратно, потому что неудобно, отправляясь по границальному, а твои сапры тут теперь едят, пыхтишь сзади, 92 килограмма, до 78 килограмма сбросили, и я его, он еще больше вешал, и я представил себе, что такое прорезь службы, эти так вот бегать по горам, два года или три тогда даже было, тут можно стоять невидимо, вот, 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 вот.